Был еще такой случай, как-то дождливой осенью, пасмурным днем, когда серые тучи обволокли все небо, мы с супругом Александром Ивановичем решили прогуляться. Медленно брели по безлюдной улице, затем супруг решил зайти в магазин посмотреть какие-то детали для своего радиоприемника. А я решила остаться ждать его на улице, дыша свежим воздухом. Мрачные тучи нависали низко, день был неприглядный, на улице пустынно. Вдруг я заметила, как со стороны нашего местного храма из-за угла вынырнул мужичок, худощавый, бедно одетый, и направился в нашу сторону. По мере его приближения я обратила внимание на его глаза, они были округлыми от изумления. Он смотрел в мою сторону и стал вдруг креститься. Меня заинтересовало, на что он крестится. Я решила, что он увидел что-то особенное за моей спиной и оглянулась назад. Но там было пусто, не души. И тут же получил импульс от своего определителя, услышав его насмешливый голос. «Это же он на тебя крестится!» И определитель показал моему внутреннему зрению то, что увидел этот человек. Стоит посреди улицы женщина в ослепительно белом сиянии. И в каких-то сложных и непонятных для него конструкциях, поднимающихся довольно высоко. И вверх, в бесконечное небо уходит еще светящийся столб, скрываясь в тучах. Видение было мимолетным. Мне показали себя глазами данного человека. Все пронеслось внутри меня за доли секунд. Я увидела себя его глазами. Вид на тонком плане у меня действительно был необычный. Я даже не могла понять, на кого больше походила. На божественного человека или на инопланетянку. И остановилась на последнем. Мужчина с испуганными глазами, готовыми вылезти из орбиты, обошел меня стороной, садя с тротуара на дорогу и стал «Быстро, быстро, быстро, почти бегом удаляться от меня!» Мужчинка. Мужчина73, Giovanni ortались д Certечи,